добрый вечер всем мы сегодня продолжим разбирать законы девятого а вот мы начали уже на прошлом уроке мы прошли запреты то есть пять запретов мы прошли запрет есть и кому можно то есть кому разрешается обязан проститься мы это обсудили мы обсудили запрет рахица то есть купаться умываться и так далее мы обсудили закон то есть умощаться курение и пойдем на следующих из пяти этих запретов это называется нейлат сандаль то есть мы сегодня разберем так мы не разберем запрет носить так называемую обувь сейчас специально не говорю кожаную но сейчас поймете что не все так просто не только кожаная вы поймете что запрещено дальше мы поговорим сегодня так коротко в запрет интимных отношений то это запрет кроме этого мы поговорим о запрете изучения торр и что можно до учить поговорим о запретах работы какая работа запрещена 9 ава будете будете удивлены есть вещи которые запрещены и также мы поговорим о дне 10 ава что там и как это работает и после этого еще поговорим о маленьких детях это в принципе то что у нас сегодня ожидает начнем мы искалный лат сандаль то есть запрет носить обувь определенность говорит 9 ава мы знаем что причина одевать обувь которая обычно говорят кожаная настоящему день написано слово кожаная принципе почему кожаная потому что в древности было принято что делали обувь из кожи для того если мы хотим приготовить обувь которая будет удобная которая защищает ногу которая мягкая а не твердая и в которой то есть она будет долго жить другого материала никого не было это было только кожа поэтому такой такой вид обуви запретили есть спор между классическим авторитетом мудрецом первого поколения решением по поводу обуви которая не кожаная она тоже запрещена или нет допустим раши рамбом и тос фото считает что уже запрещают любую обувь 9 ава пока если это обувь защищает и охраняет но любая обувь неважно чего на сделал так пишет раши рамбом и так далее но в принципе да да другого мнения которое приведу рамбан роша рашба говорит нет запрет только а кожаную потому что именно кожаную обувь по-настоящему защищает ногу они кожаную обувь не запрещено диателла и так в принципе в согласны большинство политических авторитетов последних поколениях охраним естественно шурханом так принято на аллаху все хорошо и замечательно но есть одно но какое но понятно что когда говорили те авторитеты которые сказали что только кожаная обувь они не жили в наше время когда делают обувь иногда не кожаную удобнее чем кожаная когда делали делают кожу как то есть любые материалы другие они только кожа могут дать нам и хорошую обувь и мягкую и удобную защищающую и эластичную все то есть все что дает кожаная то же самое таким образом получается что то что не разрешили вообще не относится к нашим к нашим реальностям наших реальностей по идее запрещена любая обувь которая защищает ногу в которой удобно ходить не просто обувь которая допустим обувь которой вы не побоитесь идти по камням это обувь будет запрещена неважно чего она сделана да конечно в предыдущем поколении еще недавно галактические авторитеты говорили что только кожаная обувь запрещена другая нет почему потому что синтетическую обувь так далее еще 25 лет тому назад например она была ну давайте скажем честно хуже в разы хуже она была не такая удобная мы знали что если хочешь купить хорошую покупай кожу сегодня это не обязательно сегодня есть шикарные кроссовки которым иногда удобнее любых туфель кожаных сегодня есть всевозможные кроксы и шмоксы и так далее которые даже удобнее многих извините меня туфель которые еще разнашивать надо кожаные и защищает не меньше таким образом но снова они разрешили еще недавно разрешали и поэтому как бы закоренилась кожа на обувь кожа на обувь по настоящему ты копаешься внутри то не далеко не кожа на обувь то есть речь идет абсолютно других вещах таким образом что у нас выходит в принципе в 9 авгу запрещено ходить в любой обуви в которой обычно человек ходит на улице в месте где есть камни всякая гадость то есть да чтобы не вам совершенно не важно из чего она сделана но можно ходить допустим в обуви которую ты на улицу не ходишь в ней и которая то есть ты по камням не не попрешься например не знаю даже в домашних тапочках домашних тапочках то есть ты пойдешь по камням то ты будешь чувствовать как они тебе в ногу впиваются это считается что они недостаточно хорошие или просто обувь допустим у меня есть вечные мои ботинки 9 авгуемки пор и когда-то продавали всегда такая вот она они неудобные честно они сделаны как чешки такие но там вот резиновая подошва и такая тон и они сделаны не чешки короче они специально это оба продавалась под 9 авгуемки пор я в свое время помню купил их на рынке маханаю да вот их продавали всегда перед они появлялись только через 9 авгуемки пор продавали были черные и белые я купил черные потому что белые меня как-то пугали потому что я почему-то присылался в гробу и белых тапочках хотя по идее по их продавали кем кипуру белые то есть знаете по белой я не так далее но у меня как-то белые тапочки представлялась представлялась мне что поэтому я не покупал тебе белые тапочки в любом случае короче обувь которая обувь которая удобная и в ней пойдут по камням в емке пур проблематичного зачем она сделала понятно что есть те которые облегчают если люди которые слов не кожа разрешает скажем так им есть на кого положиться потому что еще тяга с авторитету никуда не делись но в принципе если вы хотите сделать более мегудара то есть более лучше сделать то нужно это сети так теперь больные люди или роженица например и так далее если есть проблемы с ногами ходить скажем так босиком неудобно обуви они могут естественно одеть не кожу нормальную а если им будет вообще то есть там даже эта обувь не поможет они даже коже на могут теперь человек который идет вместе где скажем так не очень приятно и могут быть друзья встретиться допустим скорпионы то понятно что можно будет одеть обувь или допустим тот человек который там где грязь и так далее тоже может одеть нормального или солдаты у меня был такой случай когда мне в девятый ават должен быть ботинках в армейских они кожаные в этом случае стоять я если хозяин солдат ничего не делает он лежит где-нибудь на кровати в лагере и так далее то ему естественно эта обувь не нужна нога но если он должен быть в боевой готовности то понятно он находится в армейских ботинках как и полагается теперь люди у которых есть проблемы с ногами иногда носят то что называется медрасима не знаю как по-русски называется стельки но это не просто стельки это специальные ортопедические цели стельки так вот эти стельки даже если они кожаные их можно носить внутри обе потому что здесь идет речь не о скажем так не о получении удовольствия так далее а то что человеку мы хотим не страдал наша задача не дать ему страдать и нет никакой обязанности обувь должно быть неудобно человек должен скажем так чувство тяжесть дороги назовем это так но не должен страдать по этой причине медрасим то есть вот эти вот стельки ортопедических их можно жить там салхат яков и так далее более того и сам сам медра сам это ортопедическая стелька он не прикреплен к саму ботинку он отдельно вкладывается поэтому считается частью обуви самой в одном этом стелька это далеко не уйдешь на самом по себе не работает то это то что с ботинками то что с обуви в 9 а сейчас перейдем к следующей вещи которые в принципе много нечего разговаривать это то что называется ташмиш амита или интимные отношения между супругами 2 а вот запрещено из 5 запретов это 5 запрет который запрещен а интимные отношения между супругами запрещены вообще но более того эти не только они запрещены но и запрещены в принципе все все отношения которые обычно запрещены мужчине и женщине во время скажем так их запрещенных дней дотрагиваться даже нельзя передавать из рук в руки и так далее так далее естественно не спать в одной кровати и это ночью кстати мы кровать которые стоят рядом одна с другой считается одной кроватью все должны быть раздвинуты эти кровати садимся посмотрим когда будем говорить о сне то есть да где нужно спать там вообще-то не по-любому будут раздвинуть эти кровати днем нет обязанности то есть мы говорим про ночь днем 9 ава нет обязанности делать все законы как во время нечистых дней в принципе но то есть можно передавать вещи можно даже дотрагиваться но нельзя то что называется привыражать особую скажем так называется нежность особую и так далее и естественно не спать в одной кровати почему потому что как говорится как в том анекдоте может перейти в танец старый анекдот не совсем прилично когда раввина спросили почему то есть называется там нельзя может танц назвать нельзя там это можно 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 может перейти в танец поэтому нельзя вот окей то кроме этих пяти запретов которые связаны с пяти запретом которые связанные с 25 истязаний души у нас есть другие запреты которые связаны с проявлением траура 9 ава должен должен быть проявляться траур по этого причине есть добавочные запреты это запрет учения тора как мы сказали запрет говорить шалом встречающим запрет сидеть на высоком и так далее давайте с ними разберемся начнем с изучения тора то есть есть запрет учить в этот тор как в принципе человек который сидит в шиву человек который сидит в шиву то есть когда в трауре он тоже нельзя учить тору почему потому что сказано в тире лим пикудэ гашэми шарим и самхэли то есть приказы заветы всевышнего прямые радующее сердце это радость учить тору это радость учить тору это внеся вносится веселье в сердце поэтому не подходит к моменту девятого когда мы должны находиться в траву кстати это считается не только изучение но и прокручивание в мыслях тоже и даже думать о торе нельзя тяжело не зря девятый ава страшный день девятый ава этот пустой день вот йом кипур пролетает йом кипур ты не так чувствуешь йом кипур вроде те же 25 часов такой же пост те же запреты с точки зрения никуда не есть не пить и так далее и даже спать нельзя нельзя женой в одну кровать и тогда все пять этих запретов обувь кожу но он проходит вот так почему потому что это праздник это праздник молитвы и так далее день пролетает девятая ава он тянется и тянется и не заканчивается а потому что это нельзя и это нельзя и ты сидишь хоть об стенку потому что это для того чтобы прочувствовать всю пустоту это весь нарратив в принципе это весь смысл вся суть чувствовать пустоту и безысходность в этом смысл весь поэтому не учим понятно что есть заповедь учить тору глобально в вещах которые грустные или вещи которые говорят о страданиях то есть да страданиях человечества страдания еврейского народа и так далее это учить даже важно почему потому что правильный настрой ведет кстати и даже это нужно учить так поверхностно они был глубоко начинающая глубоко учиться то есть да он начинает это тоже начинает радовать начинается радость интеллектуальной работы тоже часть радости давай немножко расскажем что да можно учить по категориям тогда что можно учить она во первых в танахе можно купить все учить все главы которые говорят о разрушении храма в книге малахим это почти в конце сама то есть и все что говорит о разрушении и в книге диврейгаями теперь можно естественно учить мегилата их а то святок их а плача риме он весь по себе об этом теперь кстати нельзя учить пророчества говорящий о разрушении для неевреев там где пророки говорят что разрушение удар всевышний уйдет на упадет на на другие народы это учить нельзя почему потому что это избавление наше то есть когда всевышний будет наказывать за то что они нам всякие гадости делали и всевышний будет наказывать эти народы это типа нам мы можем учить только наше разрушение пророчество наше жизнь а не только нам будет разрушать вавилон разрушать то и так далее еще раз говорю только те главы которые говорят о разрушении разрушение израильского царства конец когда и на ход носа приходит и так далее и так далее теперь естественно можно учить большую часть книги ирмия у она большая часть не гирю то есть пророчества которые говорят о разрушении обедах это большая часть книги ирмия у это часть от книги хискель приблизительно половина как мы учили уже в прошлом году а также то немного книги шая у и троясар то есть это пророки мелкие которые то есть книга теперь можно учить книгу иов она о страданиях человека вообще кроме последних глав там где уже идет все исправление там где все идет начинается все станет хорошо в торе тоже можно учить что то хиха там где проклятие там где наказание ибо глоб биху кутай в главе главе газе но там где но мы читали от него кусочек на воскресенье это то что связано с танахом теперь агадот хазаль то есть в талмуде в талмуде галаху учить нельзя глобально но то что можно учить можно учить то есть возможные рассказы то есть агадот хазаль агадот который описывает возможно ситуации в трактате гитин трактате гитин кто хочет знать это между пятьдесят пятым листом вторая страница до пятьдесят восьмого листа первой страницы там рассказы про всякие про разрушение храма и то что к нему привело там и камца бар камца там это там все там все эти рассказы там и про один из тяжелейших рассказов про девятый аван про мастера и ученика и жену мастера не знает рассказ это страшно короче система такая был ученик и был мастер который учил ремесло у мастера была жена ученику это жена очень сильно приглянулась вот но он человек который ввел себе вел себя прилично то соблюдал законы он хороший человек по этой причине он однажды то есть там там сдал то есть у мастера уже были деньги очень видно богат он сказал я тебе дам денег пришли свою жену он прислал свою жену ученик значит это держит ее три дня дома то есть запирает а потом то есть приходит сказать где моя жена по ушла то есть потерялась а он ему так говорит с ней говорит там игра видел что с ними и сахаса сакуана ариме юноша там какие-то играли это можно понять двояка то есть играли имеется ввиду что она с ними там развлекалась и он говорит ему учитель и шо мне теперь делать рецепт такой вот женщиной он разведи с ней а он говорит как разведи с ней у меня слишком большая ктуба я должен по ктубе отстегнуть слишком много денег нет не проблема я тебе занимаю все хорошо тот за занял ему то есть денег то есть арида ты не потом отработать о король не продал он развелся у него нет денег разводится типа заплатить и ктубу он считаешь нам изменила то есть так вот поставить ему дали понять хотя мы не сказали он с ней разводится он должен выплатить ей брачный договор к тубу и он выкладывает деньги а денег у него нет за ктубу давать то есть ему говорит ученик а тебе займу эти деньги а ты меня потом отработать за них окей он разводится выплачивает эту ктубу что делает ученик женится на этой женщине теперь разведенная женится на ней эти а то есть ее бывший муж так как он денег должен то есть он должен отрабатывать он у них на свадьбе прислуживает то есть им прислуга прислугой вот и наливает им бокал вина и слезы слезы капают то есть его в этот бокал с вином и когда все вышли это увидел то есть подписано было при приговор что он разрушит храм то есть да за такое поведение в принципе понятно там такого типа рассказывать это можно учить девятая ава для того чтобы понять что нас привело туда понятно можно учить медраж эйха то есть медраж который комментирует кроме там есть часть комментариев которые говорят о избавлении об читать и тогда у меня кстати сборник дома то есть вот всего что можно учить такой сборник на 9 а там и талмуд и так далее там все набросано что еще можно учить можно учить 3 перг то есть третью главу трактата моет катан почему потому что он занимается законами траура и законами не дуй то есть не дуй это когда накладывают бойкот человек обыкотирует то есть тоже не самая приятная вещь а также талмуд в конце тракта татанит который занимается законами девятого в принципе то что можно очень аллахе что можно учить естественно можно учить все законы трех недель трауры девятая ава это шуханрух ворхаем от называется симан то есть от главы тав тавкуф нун это пятьсот пятьдесятая глава и до тавкуф нун каф алиф стоп короче дальше здесь не помню что то было также можно учить законы траура это трактат юриды а симоним то есть главы шин ламы то есть это шин ламы это триста тридцатый до тав гимель это четыреста третий в принципе весь конец раз сделал юра да законы права кроме всего прочего можно учить книги мусара и ему сара можно учить почему потому что мы с книгам мусар учить тебя исправляться и вся задача девятого вообще пустовки справиться поэтому в этом смысле и то есть есть можно не так и не знаю сколько книг мусара книга мусара это там где ты дают по голове чтобы исправляться то есть и пара деслера и так далее еще меньше книга мусара кафетсхайма поучить если это например как правильно разговаривать и не злословить вот и так далее очень важно в типоре кстати там если встречаются стихи или извлечения сталмуда их можно учить несмотря на то что они не от рау потому что как бы часть муса окей это тоже зрение с точки изучения то теперь хорошо а скажем так а развлекательная литература так вот по поводу развлекательной литературы нельзя читать всевозможные захватывающие книги нельзя читать газеты и нельзя учить всевозможные науки и так далее потому что причине потому что это отрывает от травы голова уходит от траура и она тоже называется человек не среда дочь на тару это плохо что да можно и даже нужно и полезно учить это историю причем историю как именно те моменты истории еврейского народа когда нам становилось очень плохо например то есть не только катастрофу есть разные этапы про инквизицию можно почитать и так далее в принципе читаете все эти времена то с изучением чтением чтивом на 9 разобрались понятно что в 9 а вот в телевизор мы не смотрим кроме не конечно можно смотреть список шиндлера посмотреть вот такие вот вещи список шиндлера не знаю но вы поняли короче ведь снова те же самые вещи которые заостревают на теме то есть нашего еврейского травма можно смотреть тематический фильм про завершение храма и так далее окей и теперь по поводу шалом говорит шалом именно шалом то сэфта трактате таанит говорит энши лак шалом лихаверим битиша беа вели гидьот бе сафа рафа то есть не говорят шалом хаверим что такое хаверим это мудрец торы обычно 9 ава а простому человеку говорят бе сафа рафа то есть типа такой вот когда говорят шалом говорят типа тихо скажем таким замогильным голосом траурным то есть это видом окей это место сафа рафа есть это многие понимают что ведь запрет говорит шалом это только мудрецов торы только между ними они говорят шалом а простой человек может говорить шалом а ему мудрец торы ему будет отвечать скажем так чтобы его не обидеть бе сафа рафа так поняли как допустим марамба можно понять так его понял бах другой стороны мордахи пишет что правильная версия в тусеф те это еще и лак шалом ли хаверок не говорят шалом ближним шалом это цельность это цельность это мир какой мир какая цельность 9 когда этот раз и так снова на лоху шум ханаруф что в принципе в 9 ава мы не говорим человеку никакому что мы не говорим шалом а можем ли мы отвечать шалом идет человек закон не знает говорит шалом могу ли ему ответить шалом вот для этого сказано бы сафа рафа то есть можем сказать шалом и но так скажем так за мой за могильным видом теперь чтобы не обижать с другой стороны если мы понимаем что перед нами человек который жаждет изучения торы который не обидится если я ему скажу объясню то ему стоит не ответить шалом объяснить что вот нас две травы шалом не говорим а окей и так далее теперь по поводу можно ли сказать бокер то в рф то в цараем то вим всякие такие вещи по-настоящему по мнению большинства галактических периодетов мишнабурат их пишет хаватсхай мишнабура пишет нельзя говорить и бокер то в и рф то в цараем то вим и так далее и тому подобное все это тоже нельзя делать теперь с одной стороны с другой стороны все гава есть другое мне другой подход что говорит шалом нельзя а бокер то в рф то в нет запрета такого и никогда не было поэтому так вишлек и пьешь поэтому на галаху что на лоху то есть мы можем сказать одну вещь мы шалом не говорим и бокер то в мы не говорим но допустим если нам подошел человек который не понимает волоке не знает сказал шалом лучше нам ответить ему бокер то или там цараем то вим манишма в этом что-нибудь в таком роде то есть я ему отвечаю на приветствую но я ему не говорю шалом это намного лучше чем ответить шалом причем полагаясь на те мнения окей кстати человек который встречает вдруг где 2 то встречает кого-то знакомого ли так далее который женился или у него родился кто-то то есть да можно искать мазальту можно сказать 9 а вам азальту почему потому что это было свое это благословение человека это не и не говори это не приветствия миром это было просто ты благословляешь оба мазальту это можно делать 9 а вонят в даннику проблемы и с эти руку тоже можно жать правда если меня минздрав разрешит но с точки зрения закона 9 руки можно жать так привел гардсви я говорю там это такая катастрофа у детей теперь теперь мы не посылаем мы не говорим шалом и мы не посылаем подарки 9 а вы никому потому что подарок это вид произношение шалом но мы до даем закона так это подарок почему почему потому что дзека это во-первых исправление во вторых дзека нужна бедным для того чтобы купить себе еду на исход поста да здесь как раз мой я могу остановиться это можно задать вопросы с этим вопросом и закончили до шалом да я сказал что можно да 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 это все те же правила все те же законов которые связаны допустим гардсви это вообще законов юриде а где обыкновенно травм то есть это там же теперь я просил со мной вместе не разговаривать потому что это очень мешает теперь следующий вопрос который мы сказали что по поводу сидеть на высоком лежать на кроватях так далее так далее по настоящему нет по закону по без закона нет никакого обязательства сидеть на полу или лежать почему объясняю мудрецы в трактате танит говорят коля митвота наугод бээвэль наугод бэтища бэаб то есть те заповеди которые нужно то исполнять делать во времена то есть траура то есть когда делают шива то семь дней траура так далее также это в девятый а о чем идет речь речь идет о запретах то есть нельзя умываться умощаться одевать обувь в интимное отношение говорить шалом учить изучение торы это запреты об забрете но есть вещи которые то есть положительно то что обязан сделать человек в трауре но это не запрет а это положительное действие эти положительное действие это сидеть на полу на земле и перевернуть кровать в принципе сделать чтобы перевернуть кровать это это кровать а наша по высокой той стране как кровати были кровати были не так как наши раньше кровать это была вот такая вот натянутая штука на на столбик переворачивать раньше кого кровати не были вот такие вот смотря как на каком этапе когда мы говорим про эпоху талмуда эпоху талмуда это четыре ножки на них на натянуты типа матраса такого туда все поэтому когда я переворачиваю кровать то принципе эти ножки вверх а я лежу уже на полу на этой кровати об этом идет речь это положительное действие в этом нету мудрецы не сказали этого делать 9 ава но есть обычаи еврейские обычаи еврейского народа хоро еврейские обычаи еврейского народа взяли на себя этот запрет несмотря что по букве закона этого запретного таким образом у нас есть обычай сиденья запрета как бы сиденья лежание на высоком сейчас мы объясним что на чем шкива лежать есть те которые у них обычно вообще спать на земле как знаете как наш простец яков пришел камушек под голову положил называется лёг вот так вот и спим 9 есть те которые лежат на кровати но убирают подушку лежат без подушек а это мучение мне уже мне сказал ортопед никогда в жизни так не спать это очень вредно да по причине того что очень вредно для головы неправильно голова лежит окей дальше у меня кстати дикие боли были пока не купил подушку правильно и у меня перестали более боли в шее и спине специальная подушка на высоко да спринец выемка специально она под голову да окей давайте дальше теперь есть те которые то спят с подушкой на кладут камень под голову и таким образом то есть это но в самый распространенный обычай то есть это делать это берут матрас и кладут вопрос на землю и все то есть да и тогда в принципе можно не убивать подушку можно спать на матрасе на полу с подушкой вместе просто то есть низко и так далее есть те которые подкладывают еще камень вот это дело и все и ты уже тоже называется проблем не имеешь вот и ты с этим проблем не имеешь теперь это распространенная обычай теперь по поводу сиденья понятно что человек которого есть тяжелые ортопедические проблемы что-то есть тяжелые ортопедические проблемы тяжелые проблемы со спиной на то освобожден иначе он после 9 а ва будет в мучения до сидеть по поводу сидеть но сидеть на земле на земле на земле это обычай трава но из-за того что нет обязанности с точки зрения на земле нет обязанности закона закон не обязательно по букве закон нет обязанности по этой причине есть некоторое облегчение в 9 а в отличие от людей которые сидят шиву какое облегчение ашкиназы сидят только до хатсота йом то сидят на по на земле только до полудня 9 августа полудень когда мы говорим о полдня это не полдень 12 часов дня а полдень по еврейским часами отсюда от восхода до скакхата делим на 12 частей день то есть это время это это один еврейский час так называем временной час и таких шесть часов обычно в этих валу ход то есть в календарях написано хатсота йом то есть можно проверить он показывает а сейчас час около часу дня то есть этого момента все можно уже сидеть по-человечески у сифардов чуть-чуть строже сифарды после минхи до минхи что такое до минха минхана на полчаса позже принципе те тоже время глобально и тогда уже после этого в это время уже не надо ложиться на пол и спать уже можно ложиться на то что днем идет спать может уже не ложится не снимать матрас на пол теперь кстати есть те которые разрешают сразу после того как заканчивать горит кино утром утренней молитве говорят кино то есть плачь стена не не знаю как-то кино то есть плачь там целый много-много говорят и говорят что когда ты закончил уже можно сесть на стул нормально это более раннее время это чудо 1 с первой половине дня и так привел допустим цифра брит и понятно что людям которому тяжело то сидеть на земле они могут положиться на это мнение и встать раньше теперь из-за того что мы искали по букве закон нет обязанности вообще сидеть на земле то в принципе можно среди напрямо на земле а можно подложить подушку или взять какую-нибудь маленькую скамеечку которая высотой где-то в тэфах сантиметров 10 кому тяжело в 3 в 3 тэфах а то есть до 3 около 30 сантиметров есть такие маленькие скамеечки знаете то есть теперь кстати сидеть на ступеньках считается сидеть на земле почему хотя несмотря ты вроде сидишь высоко то можете на ступеньках так что в принципе как будто на обыкланном стуле сидишь но что из-за того что люди ходят поэтому считается на земле и тут еще одну вещь то есть важно упомянуть люди пожилые больные беременные женщины им сесть на землю потом сядешь на землю уже не встанешь по этой причине или сядешь на землю то есть может и встанешь но потом будешь это какая-то на корячках им естественно разрешено сидеть на обыкновенных стульях так привела руха шульхан и в принципе можно это делать окей ну что разобрались и со стулями сиденьями лежаниями вопросы здесь есть по этому теме или мы идем на следующую купаться нельзя это на прошлом уроке было есть запись купание есть запись прошлого урока у меня на ютубе на канале так это был прошлом окей запрет делать милаха работать действовать в 9 тут эти нужно понимать на это стоит и запрет делать действия то что это работа и так далее стоит на том что это асахат дат мяберут это человек не занимается трауром что его ра мозг занят чем-то другим человек должен сосредоточиться на трауре в этом есть смысл наши мудрецы в трактате танит которую можно учить 9 ава потому что мы тут законы 9 на 30 лице говорят что каждый человек который делает то есть работает 9 ава никогда в жизни не увидит благословение от этого деятельности лёй-рэ-симан-браха с не будет у него можно делать но от этого ничего хорошего не будет вот у меня сегодня допустим один из работников мэрия нерелигиозная русскоязычная задал вопрос когда заканчивается период когда можно то есть уже делать я понял что этот период плохой более того я вижу то есть всякие вещи плохо идут и всякие куча проблем когда короче на . когда уже вся эта гадость заканчивается я говорю это плохое то время объяснил заканчивается окей в любом случае человека родила 9 ава малаха симан-браха не будет и наши мудрецы сказали что в принципе что то что нас обязывает доработать не работать это минха гамаком обычай местом я в том что в древности то есть вы раньше были места где было обычай что никто 9 ава не работает там естественно обязывающие обычай что никто не работает но очень больше а были места где воров люди работали то есть можно было работать там понятно хочешь работать хочешь не работать снова помним симан-браха от этого не будет теперь в любом случае даже в местах где можно делать обычно лучше не делать никакой работы до полудня 9 ава после полудня тоже не стоит его делать но если очень надо то можно после полудня разрешить теперь давайте немножко поговорим о том что запрещено и как запрещено и почему какие работы запрещены это не шаббат это не праздник и так далее о чем идет речь имеется в виду о работах которые требуют затраты временных ресурсов на них и затраты в то что называется концентрации концентрация когда человек заслез тут мозг разум руки концентрируется на этой работе он занимает время например шить зашивать ремонтировать мебель делать ремонт в квартире примус подчинять заниматься купли-продажи и так далее все эти вещи занимают время они заставляют сконцентрироваться на действие естественно его голова не с трауром а в другом месте другой стороны вещи как зажигать свет зажигать огонь завязывать развязывать ехать даже на машине вместо куда нужно попасть допустим все это или времени занимает или в принципе занимают занимает голову человека концентрацию допустим машине надо но ты это тебя от траура не отвлекает никаким образом да то что не отвлекает от траура делать можно то есть в принципе этот принцип то что заставляет сконцентрироваться занимает время и отвлекает от траура нельзя то что даже если нужна концентрация не отвлекает от траура может об этом идет речь кстати допустим писать девятая ава считается запрещенной работой нужно отвлекать но если человеку нужно записать что-то не писать вообще списать записывать какие-то свои мысли не знаю так далее это запрещено но если человек там допустим в гору к этому хиду штура пришел может записать или допустим нужно там не знает что-то пометить он может записать но есть писать называется не знаю переписывать чего так далее то это естественно делать нельзя продавать допустим человек который работает и продает еду можно ли ему работать можно работать почему чтобы людям было что купить что есть по поста всему работать можно то же самое естественно человеку можно дома после обеда начинать готовить на еду на после поста что же надо и ждать нечего поэтому можно готовить еду есть эти очень интересные обычаи есть женщины которые это делают они 9 ава после обеда начинают устраивать чуть ли не генеральную уборку то есть убер выдраивают дом это называется уборка называется никунику не каленку сликная бета машина типа после 9 ава машин должен быть и вроде бы вот поэтому мы убираем квартиру такой обычай этого делать не надо но в принципе если вы видите кто-то делает это пусть сделать хотя это естественно концентрации отвлечения от траура не совсем отличие может как не отвлекает не совсем от траура потому что человек именно убирает для того чтобы переработать траура и прийти к тому что пришло машина в принципе поэтому можно сказать что это разрешено окей теперь кстати еще один вопрос еврею можно сказать для нееврея чтобы не евреи дело работы с евреи это не как шаббат единственное что нельзя нельзя чтобы не евреи дело работы для еврея который всем видно например послать его строить мне дом да если я каблан я не могу послать своих работников допустим не еврея встроить дома 9 ава и этого не работа еще кстати можно в 9 ава делать работу которая если ее не сделать не наделать 9 ава если отодвинуть приведет к огромным материальным потерям это можно делать но в принципе как бы все я думаю про правила понятно очень просто это не не шаббат не праздник то что нас выбивает от сосредоточивания на трауре нельзя то что оставляет нас сосредоточиться на трауре можно готовить готовиться к выходу 9 ава с точки зрения связаны с постом и так далее это можно и понятно если у тебя есть огромная потеря денег но на работу стоит не ходить допустим меня есть у меня все хорошо мне рассказал что в посты чтобы я никогда не ходил на работу ни в какие посты а это было до этого подчеркивать подчеркивать маркером маркировать ну да в принципе если это это то есть вас сосредотачивать более на учебе можно в принципе хотя углубленно учиться в 9 ава тоже нельзя поверхностно учиться не в напрягать окей 9 ава мы обсудили теперь переходим из 9 ава в 10 переходим 10 ава потому что то есть как бы законы 9 обсуждали переход ахабдалу с 9 вам тоже объяснили то есть начинается 10 ава вышел пост и нужно понимать по-настоящему храм горел 10 ава в свою большинстве его подожгли к концу 9 ава кстати а почему тогда мы не постимся 10 ава почему постимся 9 если храм подожгли почти в принципе почти к заходу солнца 9 ава ответ очень простой потому что мы идем лифи тхилата курану то есть поначалу бедствия сначала бедствия началось 9 таким образом но он горел 10 ава из-за того что он горел 9 10 ава то есть обычаев еврейского народа что мы не едим и не пьем то есть не едим мясо не пьем вино и 10 ава по обычу в самом большом распространенном обычаев у сефардов целый день до захода солнца 10 ава есть правда этих которые облегчают у сефардов не знаю почему но галактических сефардских они более устражают чем ашкеназы у ашкеназов до полу помните вы говорили что все фарда все легче нету сефардов в этом случае будет тяжелее вот ашкеназы то есть запрет только до полудня то есть снова полудень по время по временным часам теперь это с точки зрения запрета мяса и вина более того многие мудрецы последних поколений ахроним то есть говорят что кроме запрета пить вино есть мясо 10 ава я также нельзя стирать нельзя одевать чистое нельзя купаться нельзя стричься нельзя слушать музыку то есть в принципе 10 ава мы продолжаем все законы трех недель траура до ашкеназов до обеда у сефардов до конца дня по идее но другой стороны из тех кто облегчает и горячо подобного весь запрет только в мясе и вине все остальное разрешено только мясо и вино запрещено а все остальное уже разрешено на аллаху практика какая изначально нужно вести как устражающее все запрещено ашкеназов до обеда у сефардов до конца дня все 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 и музыка и так далее в крайнем случае когда есть очень большая надобность можно облегчить и положиться на облегченный закон допустим я знаю что я скорее всего в этом в этом году мне придется стричься до обеда по одной причине если не постригусь до обеда из-за того что у меня потому что альмут и так далее так далее то я еще не постригусь пару недель мне просто не получится таким образом мне придется наверное подстричься с раньше и тогда еще 10 а вы не благословляю шихияну продолжать не благословляю 10 шихияну точно же три недели кстати если допустим сейчас 10 воскресенье понедельник прошу прощения когда 10 а вы выпадает на пятницу четверг 9 а вам у отца вечера 9 заканчивается пятница это 10 а потом шаббат в этом случае облегчают и разрешают с уже с утра стирать бриться стричься и так далее шаббат приготовиться шаббат а если времени не хватает например ты не успеешь все это сделать то можно начать уже эти стирки подготовки к шаббат уже с вечера прямо с выходом 9 ава но тебя тем более у нас сейчас как так как мы меняемся одежду я помню когда это выпадало на четверг то уже машины начинали стиральные работать в моции 9 ава потому что столько белья вот окей с этим мы тоже разобрались атома вам единственное что я сейчас еще пару вещей по поводу маленьких детей по на маленьких детей в принципе есть обязанность у нас воспитывать детей исполнять заповеди когда мы исполняем заповеди то есть гиля хину конечно понимать это шли 6 а понимаете ничего лучше годам 9 в принципе детей нет обязанности воспитывать к траву лично поэтому человек допустим ребенок до 13 лет если у него не дай бог умирает кто-то по кому должен шевать он шеву не обязан до 13 лет из-за вопроса когда ему 13 исполняется посредине шевы но это не наш вопрос но мы говорим еще одну важную вещь мы говорим гураль хаам есть судьба народа и мы должны приучать наших детей быть причастным к судьбе народа разрушение храма траур национальный это часть судьбы народ таким образом мы должны уже детей которые понимают понятие траура понимают понятие разрушения храма разрушение государственности мы начинаем приучать к быть частью этого судьбы народа еврейского народа то есть это годам в девяти приблизительно то есть ребенок начинает понимать и мы ему то сделаем небольшой пост на несколько часов да пока может не более того и мы его начинаем не давать ему ни в коем случае поститься солодим но в принципе чуть-чуть можно теперь когда мы даем детям еду как бы не приучаем к травму другой стороны мы хотим что-нибудь приобщились к судьбе еврейского народа поэтому мы даем простую еду а не всякие там шоколадки мармеладки конфетки и так далее это нет этого не будет окей теперь когда ребенок то есть где-то там шестидесят понимают уже всякие вещи связанные с разрушением храма и так далее мы его приучим что не ходить допустим в обувь удобной то есть да обувь мы поменяем не стоит как некоторые делать 3 в 3 года или в два года детям нацеплять неудобно обувь и снимать это нормальную обувь потому что это кроме как скандалов и угмат нефы что ничего хорошего короче из этого не выйдет теперь и приучаем что не надо купаться ради получения удовольствия игры в стреляние воды с пистолетами стоит устраивать в 9 а вот как бы учим к этому теперь изучение туры детям то есть мысли они тоже не учат то есть ничего то есть то что радует можно их учить естественно то что взрослых теперь есть очень интересный момент есть те которые говорят что даже плохие вещи нельзя учить ребенком почему потому что само то что я учусь своим ребенком это меня радует по этой причине только рассказывает рассказы про разрушение более того другие говорят ничего подобного то что не запрещено взрослым не запрещено ребенку поэтому можно учить ребенка то есть все эти вещи которые обсудили то есть связаны с разрушением связаны с страданием с разными с травмом и так далее так далее и в этом сайте нет обычаях каждый будет делать как он хочет на этом глобально мы захватили все обычаи девятого понятно что есть закон там тфили не надевать то есть да что утром тфили не одевают но это законы то есть такие вот уже более точечные я хотел больше обхватить законы которые скажем так более глобальные и на этом мы закончим я очень надеюсь что нам эти законы уже в этом году не пригодятся что эти законы уже останутся то что называется уделом истории музейным из божьей помощью всевышний нам отстроит храм и вернется наше избавление и мы не будем сидеть в трауре уже в это 9 ава но пока это не так мы к сожалению должны будем это делать на этом я заканчиваю запись кто наслышал за все хорошего